Всем шалом, дорогие друзья, с вами Орала ТВ, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Метро Экзодус. В прошлой серии, как вы все помните, я был под огромной паникой, грубо говоря, с наложенной огромной кучей в штанах, потому что мы были на одном маленьком заводике, кстати, на котором бандиты должны были быть, но их почему-то там не было. Я надеялся найти какие-то припасы, какие-то патроны, какие-то средства для выживания, но нашел только мутантов, которые жрали меня постоянно. Я бесился и не мог нормально скоординировать свою черепную коробку, которая должна была продумать весь план от и до. Но, к счастью, мы выбрались, к счастью, паника не подвела, мы выбрались, мы нашли средства, с помощью которых мы можем подтолкнуть поезд и проехать этот гребаный мост, на котором мы остановились. Собственно говоря, мы это и начинаем. Продолжаем. Да-да-да. Настал. Артем реально молчит всю игру, пиздец. У него, походу, нет звуковой дорожки. Да тут, блядь, только вперед ехать. Погоди, то есть это не все, мне нужно будет через бандитов проехать еще, что ли? Ну-ка. Бля, в натуре, мне надо будет через бандитов поехать. Наш же паровоз, он на главной трассе, вот на этом масте. А снизу это бандиты, блядь, ебаная. А нахуя мне туда ехать-то? Типа, а, там, наверное, стрелку надо повернуть, да? Да? Видите, короче, да, я сюда еду. В закрытую местность. А нам нужно стрелку повернуть, короче, чтобы я поехал в другую сторону, я понял. Вот в эту сторону. То есть, получается, нам надо с бандитами как-то с... С... Ну, как-то порешать этот вопрос весь. Ну, ладно, мы сейчас разберемся. Пока что я вижу стрелку, вот она. Вот это вот. Она же, да? Или ты не она? Блядь, я просто не знаю, я ни разу не видел ее. Или вот тут что-то надо сделать. Блядь, опять гопота, сука, вышла. Идите нах, идите, сука, обворовывайте других. О, один патрон череп-крошки. Ну, тут два патрона. Вот она, стрелка-то, я не заметил. Все. А теперь едем дальше спокойно, приспокойно душой. Пока что все спокойно, пока что все хорошо. Мы можем пока расслабиться в кресле. В кресле попить кофейку, скажем так. Погнали. Ну, зачем нам надо к бандитам? Я пока... Да куда ты едешь, ты, сука, пиздюк? Я же повернул стрелку. Куда он едет, я не понимаю. Я же прямо повернул ее. Может быть, надо подальше отъехать было? Направо нам нужно. Направо, не налево, а направо. Вот, вот, вот. Поехал как надо. Надо было чуть назад отъехать просто. Я, видимо, тупанул чуть-чуть. Едем, спокойненько. Вот, я понимаю, вот, то есть, мы вот так же вот шли. Мы это все видели, все эти газельки. Я помню один раз даже недалеко от своего населенного пункта тоже гулял и шел по железнодороге. Вот. Что такое? А, все нормально. Вот. И мы гуляли, мы шли реально где-то километрами, буквально десятью километрами. Было весело, было прикольно ходить по железнодорожной трассе. Вот. Так. Бандитов слышу. Нам нужно всех их переубивать, конечно же. Я так понял, нам надо просто через них проехать, а потом реально тоже стрелку повернуть. Так, вижу, вижу. Ну, это, это не монстры, это проще люди. Люди, это, люди, это не монстры, хотя люди еще те монстры, но в другом плане. Я имею в виду в плане здоровья, они, конечно, далеко, наверное, уступают монстрам, которые есть на, на самом деле. Так. Нам нужно найти хотя бы одного. Вот, если мы наверх поднимемся, нас, наверное, будут валить, да? Ну? О! Сука, во! Откуда стреляет? Пау! Сука, в голову попал! Красава я, а? Там снизу кто-то еще. Да, 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 да. Так, 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 так. Патроны кончились, нам нужно разрядить оружие. Так, у него только монстры, да, походу, сука, монстры, только аптечку, аптечку, сука, у меня есть аптечка. Это последняя была! Бля, вот это уже, это уже, это уже опасно. Погоди, опукали где у меня? У меня что, нет оружия? Тихо, тихо, тихо. Я вот сейчас подловлю. Не на слое подловлю, но... Да блядь, хуя, дробовичок! Ага! Ха-ха-ха-ха-ха-ха, сука, дроб получил, заебумба. Где падла? Так, аптечку бы сейчас, мне, мне очень срочно нужен верстак. Почему нигде его нет? Я же пушку взял! Вот, мундштук, тоже, кстати, как в RG2 похожий. Нам нужно, чтобы все голоса убрали с этой карты. И чтобы мы получили, как можно, максимум с этой карты. И бабло будет, чтобы все было наше. На, нахуй! О-о-о, мундштуки пошли в бой! Сука! Откуда он стреляет? Попал! Хорош! На, нахуй! Еще один патрончик! Это RDR2 только в будущем. Это же 2033 год. Так, шмонаем, шмонаем. Где зачем? Бля, патроны пошли уже в бой, нормальные такие, я имею в виду. Так, ну ладно, у нас тоже есть винтовочка, мы сейчас убьем патронов, хоть у нас не так много, но хватит, чтобы убить всех. 15 штук. Получайте, твари! На, сука! На, сука! Вот так вот. Так. Бля, это кто мне пострелил, то, сука, как дичь! Как так-то? Бля, последний там, походу, заныкался где-то. И, видимо, я не заметил его. Надо быть очень бдительным в этой игре. Вот в этой игре надо быть очень бдительным. Тут одна ошибка и все. Это уже плохо. Так же, как и в CS GO, вот стенд-офф мы с вами играли. Бля, че самого начала? Я понял, надо... Надо, короче, к бой готовиться. Окончательно. И быть осторожным, более-менее. Блядь. Сейчас. Бошка попал. Сука, да дай мне попасть-то в тебя. Я в дырку должен попасть. Ну, че ты пиздишь-то, сука? Блядь. Да иди в жопу. Я лучше сверху обойду и тебя убью. Так, у нас пукаль, да, должен быть? Блядь. Мы же еще загрузились. Давайте сохраняться просто. А, в бою сохранение доступно. Понятно. Почему? Тоже непонятно. Кто? Кто это такой мистер Ложик, блядь? Что в бою, нахуй, сохранение недоступно? Блядь, да дай, тихо-тихо. Так, я винтовочку нашел хорошую. Сейчас мы всех пристреляем. Так, один патрон. Еще, сука. Отлично. Тоже в гол попал. Ну, там слева еще один, видите? Отлично, блядь. Тоже нормально стреляет. Разрядить. Отлично получил. Но! Вылезай, сука. Нам нужно побольше патронов, поэтому я лучше того чувака, который снизу завалю. Да, блядь, ну как так-то аптечка, блядь. Быстрее. Так, я этого перекладом убивал. Блядь, нет, 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 сука, муж штуки. Ой, кстати, надо снимать же этот, как его противогаз. Он у меня прострелен теперь. Ебануться. Что делать? Тут надо осторожно действовать. Ну, как же это делается? Пиздец, прямо в голову. Блядь, вот что такое лицо серьезное было, видели? С такими бом стрелять, блядь, нельзя. Надо веселиться, надо быть все-таки как-то улыбчивей. Даже при стрельбе. Ну, что ж такое-то? Кирсанов тоже мне ищу. А, надо, надо вот как-то похитрее поступать в данной ситуации. Ну, я пока, пока буду думать об этом, как мне это сделать. Давайте, знаете, давайте всех ближних расстреляем, а потом на них патрон соберем. Мы же просто дальник расстреляли, патрон у них не собрали. Надо, надо всех ближних расстрелять. То есть ближние, это вот эти вот верхние, во-первых. Так, тут лучше стрелять вот отсюда. Так, лучше попадается. В бошку попал, отлично. Вот мне второго так убить бы. Блядь, откуда стрельба идет? Вот где они? Да где? А птичка сразу нужна уже. Блядь, противогаз забываешь, снимай. Да что ж я такой глупый, да? Как это все сделать? Ты погодите-ка. Где верстак-то заебал? Вот этот верстак меня. Почему я не могу? Рейстак, сука, да? Так, вот он. Еще один. Будут обязательно бошку стрелять надо, иначе... Иначе мы проиграли этот бой. Нужны бабы, блядь. Хуя, сиськи нарисовали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ха-ха! В каску попал, заебись. Так, еще тут бежит, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти блять и хочу аптечки нет просто лучше проблем это лоб аптечка я бы она скорее что посмелее был бы тут как в офису понимаете также опасно ходить так давайте попробуем обойти эти банка какой тихо 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 там с фонариком светил тихо там с фонариком светил так вот по осторожному убивать будем у нас патронов да довольно много поэтому 1 начал стрелять 1 победил так патронов малым там вроде кто-то светил отлично патронов еще взяли отлично мы пока что тащим пока что тащим тоже фонарик а хотя мне зачем не фонарик не волнестью где блять как же они меня все бесит уже вон штук что ли взять этот который у него знаете то хабар у них блять написано хабар то хорошо это нам понадобится они там сверху короче щапают блять всех нахуй бачику все время расстреляю посленки какие еще нахуй посленки бляда как меня попадают у заебали я не хочу умирать блять самого сука начало надо будет самого начала битвы не ну это вообще жесть какая дорогие я сейчас очень сильно концентрируется если молчал если вы увидели что я молчал я просто очень силе концентрируется я хотел по тихому пройти оттуда а нет ни самого начала повезло не само начал но все же с довольно самого крупного такого начала так тут просто хорошо что в этих играх вот типа по типу метро сталкер у таких играх тут не надо короче понимать кто кто потому что ты один ты ты один своем роде и и это хорошо не нужно париться не нужно кого-то защищать на то светит до хабар какой-то так хабар нам нужен дробовики эффективно на ближних дистанциях да это я знаю так обороту до удерживайте чтобы зарядка поеду ночью с собой атомный двигатель какой-то или он так этот как его зарядка дико какая-нибудь которая очень сильно заряжена харисы хабар тут нет вообще нас наебали походу с хабаром то или нет на я думаю нас наебались где блять девы сука мне бы отсюда еще выбраться тихо 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 сука блять противогаз надо снять чё делаю то да не надевать а снять блять надо и а у меня не одет был хуя это чё за телепорт наху крема графичный так мой штуку буду убивать так вот трубчанский блять так я буду пушки менять каждый раз кружки давай давай сука попизди мне еще тут они сверху все проблемы в том что вот мне бы как-нибудь знаете так вот резко нанести нарваться так щас 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 отлично пока что тащим блять на сука эти бандиты то бандюганы вообще крупные хотя мы тоже на не лучше да докажите дорогие на нахуй надо резко вот так вот начинать чтобы он не успел выстрелить чтобы держать оборону но надо еще и знать где эти люди пока что не слышу никаких шумов пока что не слышу никаких шумов так слышу опять о по какой-то дренаж а это что ворот открыть отлично можете съебывать братуха блять молодец блять где нет не убивайте не убивайте дорогие друзья не убивайте меня я просто все я я съебал я понял вас я съебываю нам нужно просто съебал теперь мы все открыли все мы открыли так я я такой напряжен был такой сосредоточен в этой игре очень часто я хочу расслабон и я хочу дубы она сделала мне ну во имя скажем так союза советского и чё они открыли что дальше то гадя чем не делать дальше там но они открыли и чё дальше мне делать-то что-то я немного не по ним недопонимаю ситуэйшн чё-то я ситуэйшн недопонимаю а надо их связать да или чё я походу привязал теперь надо ехать обратно да с вагоном да вот по другой дороге все верно бля артем даже умнее чем я на пробел тебе нажать нельзя надо просто сука ехать теперь обратно фу все наконец-то мы ушли от проблем не только уши мы их решили и ушли одновременно бля это был это просто что-то с чем-то было это какой-то эпик я даже отклею последнюю наклейку которая связана мне с ночевками с этим я тут квасок есть хлебнука я пока по пути ух хорошо блять входит в атмосферу сколько нам там ехать недолго недолго но много фу я как-то знаете даже немного сейчас растерялся вот я обычно найти пизжу много обычно рассказывать какие-то истории потому что я обычно не обращаю на столько много внимания на игру но в данной ситуации вот сейчас вот это было я я не скажу что это было сложнее чем прошлой серии но этом это было напряжение чем прошлой серии намного и потому что этим бандюганы они умнее они умнее чем вот эти вот монстры поэтому от монстров можно просто убежать и не те хуй найдут бандюганы будут еще там как-то по логическим если то есть они же люди и как-то я не знаю у них пушки они могут издалека бить а эти только вблизи если вы понимаете о чем и поэтому собственно говоря вот такая ситуация произошла блять я чуть не сдохнух и серьезно отлично фу мельник нами доволен никаких лишних дел мы не выполняли по типу мишки по типу заключенных просто выполнили что нам нужно серьезно одному человеку это выполнить это просто невозможно вы сами представьте человек пришел чтобы освободить заключенных от бандюганов плюс потом он пришел чтобы вставить предохранитель уничтожил бандитов оттащил вагон к авроре и нашел еще грёбаного медведя вы представляете это просто пизда дом ада вагон точно же а я в вас сразу увидел потенциал еще на глушилке конечно вообще нормальная тема мишки нет могу только пулю подарить если хочешь в голову у меня блять столько много дел какой нахуй мишка вот серьезно пацан как ты не понимаешься головой те родители объясняли что такое уважение блять к взрослым ну не к взрослым как бы я не то чтобы я вам скажу что уважаю взрослых но уважение к тем кто тебя защищает это свинство по-настоящему просить медведя в такой ситуации блять посмотрите просто какая ситуация вокруг творится он еще просит медведя своего ёбаного да вы охуели в край артем поднимись в рубку дело есть окей все понял давай в рубку бля я не знаю артем на на просто супер герой 2033 года я по-настоящему скажу вам потому что такое выполнять это серьезно это просто невозможно реально герой молодцом справился чуть не сдох и так вот наш плана ваша группа захватывает буксир торговцев на нем вы с князем и крестом отплываете к мосту пока крест отвлекает охрану вы с князем проникаете в комнату управления опускаете мост по вашему сигналу мы тараним ворота подбираем вас и дай бог все получится надеюсь что все получится не могу дать вам с князем больше людей до бля пиздец нашим данным основные силы противника охраняют ворота и артем ты приглядывай за парнем лады он конечно разведчик что надо но все лезет на рожон понимаешь так что подай ему пример будь потише там ты для него авторитет а вы же спецназ не танкисты не но одно дело то понятно если артем конечно тихий но блять я на самом деле вот ну люблю действовать громко потому что лучше мне всех перестрелять и потом спокойно облутать локацию чем ходить как змея и пугаясь от того что меня могут застрелить как вы все помните было так и была такая ситуация пришел отдохнуть хорошо но долго не задерживайся я я все понимаю все понимаю я вот мне еще такой вопрос был мне вот интересно о чем мельник делают он постоянно тут хуй тут кайфует блять в тепле а мы чего а мы в холоде постоянно но ты да с тобой до придется тогда так поступать и еще раз спасибо тебе ну спасибо карман не положишь я думаю знаете мы сможем сейчас еще выполнить у нас по времени хватает принципе мы с вами сейчас получается сделаем таран да опять надо валить на какую-то территорию которая очень сильно опасно так что давайте в принципе попробуем чем проблема то патрон у нас есть у нас патрона вот он кстати помните нам давали эту винтовку нам говорили о том что все понял нам говорили то что патрон на эту пуколку найти проще всего блять у меня на эту пуколки нет ни одного патрона она воздухом стреляет вы поняли как водяной пистолет я помню если тоже был такой водяной пистолет который воздухом накачиваешь и он короче водой стреляет но они примерно все так же действуют вы все знаете такая в общем нам надо пробраться на локацию которая уходится чуть ниже да это будет довольно проблематично потому что у нас нет лодки а без лодки как вы понимаете все действовать нам довольно трудно где нам взять эту лодку я хуй знает где припарковал только разрушена есть еще проблема другом нас патроне так много всего же 21 пулька где же нам взять патроны может обойти как-то можно нет а нет это вот остров он в воде полностью тут никак не обойти проблемно очень даже проблемно даже не знаю что и делать зато дробовик он хоть 21 патрон но он стреляет зато точно и всегда в цель попадает а вот как там перебраться я пока не знаю нам нужно искать лодку это обязательно условие но где нам найти эту лодку я вообще хер его знает абсолютно не знаю где найти эту лодку я помню где-то припарковал и далеко-далеко но блядь этого места и сейчас хуево тучи времени а последнюю лодку я вообще припарковал на заводике имею точно найти уже так что как пробраться на этот порт я пока не знаю но мы сейчас давайте пока поставлю на паузу потом и дурку и все остальное прибудет со мной слушать я только сейчас понял когда взгляну на карту кстати бандиты надалеко видите тут тут же на карте указано где лодка почему я раньше этого не видел сейчас я вам покажу короче то есть там на карте маленькая лодочка такая белая нарисованность кто не видел и получается она там находится да вон видите спереди лодка такая белая сейчас мы ее увидим да наверно чуть такое на кого я наступал на каких-то маленьких пидорасиков так тут это должна быть лодка вот судя по карте вот я на ней вот и где-то рядом здесь она должна быть не это на ебу короче прикиньте нет лодки или тут и или тут она по стандарту находится ладно найду лодку привернусь дорогие друзья нарисовался крутой способ как проплыть на эту точку я вот тут вошел с помощью мостика такого небольшого импровизированного тут маленькое сам расстояние был между другом двумя островками я перепрыгнул и теперь я иду направляюсь туда куда ну когда дайду опять же к вам вернусь да кстати я не закончил я еще забыл совсем то что тут недалеко антенна у нас а вы помните что рядом с антеннами был домик которым можно сохраниться и там есть верстак это самое главное сейчас мы краски зайдем сюда и посмотрим что там есть у нас на верстаке то может быть скрафтим чем-то мы же на фигища химии набрали до хуища всего давайте я знаю что таки сделаю соберу у нас 104 материал в общем химия я соберу все-таки три аптечки они нам пригодятся потому что аптечки это самое главное что у нас тут еще есть так тут можно убирать пистолетные патроны не там пистолетными на патрон не нужны стальные шарики из говная палка он говорю крафтится но можно кстати к кстати к можно даст крафтить давайте-ка так чистка оружие почистить тут так вон тут чистить урон ну ладно в принципе на пушки насрать нам нужно самое главное так починим на противогаз починим все починили противогаз то хорошо спаратанский шлем обязательно элемент так электрооборудование то все у нас есть на и собственно говоря нам нужны патроны вот у нас нет патронов кстати знаков слезания написано то что нам нужно соберем к пару обоим скажем так нам нужны и вот вот этих патрончиков кстати стальных шариков тоже можно добавить на всякий пожарный ну и аптечка а теперь нас другого материала не хватает теперь у нас наоборот химии много ладно уж не я думаю считаю что мы нормально как его вот это вот все замутили нормально все сделали и нормально все обслужили и поэтому мы поспим давайте до дня вот так вот хорошо серия у нас закончилась я думаю давайте уже об шмана им то что нам указал мельник уже в следующей серии потому что серия будет довольно большой потому что она на большая миссия поэтому пока хочу прощаться ставьте лайк подписанный канал обязательно ставьте колокольчик плейлист данный огромный описание к герой так смотрите другие игры новом канале их довольно много и и все может посмотреть разные жанров у меня игрушки есть на моем канале вот такая пушечка у нас крутая а пока всем хочу прощаться со всеми точнее все на скрою всем пока друзья с вами raw тв и сегодня у нас скажем так я расскажу по поводу конкурс в общем для того чтобы участвовать конкурсе вам необходимо поставить лайк делать репост любого выпуска себе в социальную сеть написать что вы участвуете в комментариях после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролик который вы смотрите запомнить небольшую форму во первых ваш никнейм это тот ник который у вас на ютубе вы его пишите вот сюда социальная сеть ну не за ссылка или никнейм социальной сети если например telegram это никнейм если вконтакте это ссылка примеру вот типа это мой никнейм ссылка на профиль youtube для проверки лайка то есть то что поставил лайк обязательно убедить что у вас открыт плейлист понравившееся видео и игра после этого нажимаете кнопку отправить я у себя это все фиксирую как вы видите ответы отдельные пользователи и вижу вашу анкету после того как я заканчиваю игру я провожу конкурс если вы победили я вам пишу по вашим реквизитам которые вы указали вручаю ваш выигрыш выигрыш будет 500 рублей вот стандартный розыгрыш но мы разыграем каждую игру то есть вы понимаете 500 рублей на каждую игру а игры у нас могут быть короткие длинные а вы можете вообще принять часть его всех игр так что запомните поэтому такая стоимость участвуйте в конкурсах всем желаю удачи на скрою и всем пока добавлю то что нельзя участвовать никаким файковым страничкам я забыл об этом сказать видеоролики